МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА История Навуральска неразрывно связана с Уральским электрохимическим комбинатом, с его достижениями, с его сотрудниками. История Давида Моисеевича Левина – это тот самый случай, когда человек сделал себя сам. Своим трудом, своими творческими и аналитическими способностями, силой характера, силой воли. И, несмотря на обстоятельства, нашел в себе силы идти к намеченной цели. Он прошел трудовой путь от рядового инженера до замначальника опытного цеха. Не оценим его вклад в развитие производства комбината, в повышение надежности его центрифуг. Но главное – Давид Моисеевич Левин стал тем, кем задумал стать еще в детстве ученым. Наука стала его путеводной звездой на всю жизнь. Приехал я сюда по распределению после окончания физического факультета Московского государственного университета. И поначалу мне казалось, что у меня все неудачно складывается. Вот, чтобы это понять, немножко я хочу затронуть историю. Учился я в годы войны. Жил в Тушино, пригороде Москвы. В 1944 году я поступил учиться на физический факультет Московского государственного университета. Ну, это было время, когда уже интенсивно велись работы по атомному проекту. И у нас в университете на физическом факультете образовали такую кафедру – кафедру строения вещества. Я заполнил анкету, зачислил ее на кафедру. Я ничего не знал, но как-то меня это мало интересовало, потому что я, наконец-то, поступил в университет. Я, значит, полон интереса учебия. Я в курсе третьем, наверное, заинтересовался теоретической физикой. У нас ходила такая шутка на физфаке, что теоретик – это тот, кто не умеет работать руками и не любит этого. Вот я относился к этой категории людей и, вроде как, вот интересовался этими вопросами. Большие впечатления остались у меня от посещения теоретических семинаров известного академика Ландау. Он проводил их каждый четверг в Институте физики проблем. Ну, туда собиралась вся тискателита, весь свет науки, теоретиков. Нам, студентам, разрешили там присутствовать на галерке, только чтобы мы не мешали, не шумели, а тихо сидели. Мы немного понимали, мало что понимали, но вот атмосфера такого преданности, беззаветного служения науке, атмосфера творчества, увлеченности, она, конечно, влияла на наше мироощущение, на наше сознание. Когда подошло время дипломировать, это уже 49-й год, я обратился к известному физику-теоретику, участникам этого семинара, там я с ним и познакомился, профессору Компанейцу, чтобы он был моим руководителем. Он согласился, когда я защитил диплом, я обратился к Компанейцу с просьбой, не могу ли я у него остаться работать. Он сказал, что, ну, заниматься теоретической физикой. Он сказал, что в Москве это невозможно, но на выезде, может быть, он попробует. Он-то имел в виду Саров, и организации теоретиков. Значит, он как-то меня... Они были с академиком Зельдовичем друзьями, жили на одной лестничной клетке. Как-то при одном посещении Компанейца он меня провел в соседнюю квартиру, там был Зельдович, я его не знал, конечно. Он мне задал несколько вопросов о семье, что меня интересует. Но сказал, ну вот мы подадим на вас заявку, сидите и ждите. Академик Зельдович, как потом оказалось, это главный теоретик в Сарове, где создавали атомную бомбу. Прошло какое-то время, месяца два-три, там не было никаких слугов. Мне, так сказать, пришло уведомление из управления кадров, что я немедленно должен явиться на получение распределения. Ну, я... У меня был телефон, я звоню по этому телефону. Мне говорят, к сожалению, у нас ничего с вашим направлением в Саров не получилось. Так что вы езжайте в управление кадров и получаете там направление. Когда я пришел в управление кадров, майор сразу на меня стал, значит, ну, не кричать, но таким повышенным тоном, спрашивать, почему я не являлся за направлением. Напишите объяснительную записку. Я пишу объяснительную записку, пишу, что вот там академик Зельдович, там, обещал, что он меня... На меня оформлялась куда-то заявка, я не знаю куда, и мне сказали, чтобы я ждал оформления. Он, когда увидел это мое объяснение, увидел фамилию Зельдович, он весь покраснел, порвал на мелкие кусочки это объявление, говорит, ни при кода, никому эту фамилию не называйте. Настолько она была секретна. И вот я получил направление. Направление на Уральскую базу технического снабжения УБТС. Это так назывался тогда в несекретной переписке наш комбинат, комбинат номер 813. Значит, я еду на Урал, неизвестно на какую это базу, неизвестно на какую работу, естественно, меня это как бы не радовало. На работу меня принимал главный инженер комбината, тогда Родион Михаил Петрович. Я помню в его кабинете, где-то рядышком сидел там в кресле молодой человек, лет 30. Как я потом узнал, это был Морохов, начальник производства, начальник управления 27. У меня диплом с отличием, и там написано, что мне присвоена квалификация научного работника в области физических наук. И я попросил Михаила Петровича, ну я сказал, что я прошу меня направить по специальности. Я уже знал, что здесь есть 16-й отдел, это ЦЗЛ, заводская лаборатория, где, в общем-то, наука комбинатская сосредоточена. Михаил Петрович поглаживает бородку, и так было известно, что когда он ее так поглаживает сверху, это у него хорошее настроение. Когда он так ее гладит, настроение у него вроде неважное. Вот он так гладит бородку и говорит, Игорь Дмитриевич обращается к молодому человеку, вам подойдет такой специалист? Он говорит, да, подойдет. И вот таким образом я попал не в науку. Послали меня на работу, которая называется «В цехе». В цехе уже, это был первый диффузионный завод, цех 21. И тогда проводилась, ну, как называется, пассивирующая или горячая обработка машин. Это, в общем-то, совершенно неквалифицированная работа, работа в смену, работа вредная, потому что техника безопасности тогда еще была как-то не на должной высоте. И это еще больше меня огорчило. Это происходило в первый, третий квартал 50-го года. И, конечно, никому не было там дела, да, каких-то там нюансов, переживаний молодого специалиста. Который жаждал двигать науку. Да, который жаждал научной работы. И вот попал, ну, это работало, было временно, но мне ничего не говорили. Если бы хоть мне объяснили ситуацию, я бы как-то не так к этой относился. А я относился, что я попал вообще в какое-то, так сказать, в тяжелое положение. Но меня поддержала в это время моя супруга. Мы были знакомы еще с детства. Зовут ее Зоя Сергеевна. Ну, в девичестве Бабенышева, а Зоя Сергеевна Левина. Хотя она была, сейчас я могу это оценить, она была замечательным человеком. Добрая, заботливая, внимательная, доброжелательная к людям, скромная. С высоким чувством ответственности. Была натежной опорой жизни. У меня сложный был путь жизненный. Тяжелое детство. Рано лишилась отца. Вот в годы войны, она в 42-м году добровольно ушла в ряды Советской армии. И служила в войсках ПВО Москвы. Что очень интересно, потом узнали, они служили в одной дивизии с щитой Жиголовских. Это потом мы узнали, когда познакомились здесь, в Жиголовске. Ну, кончилась эта горячая обработка. Я снова вернулся в управление 27, технологический отдел. Довольно-таки скоро меня назначили руководителем группы в этом же управлении. Это было в сентябре 51-го года. То есть через полтора года, как я сюда приехал. Группа называлась «Группа анализа». Ну и при 52-го года. Меня перевели в техотдел комбината. Отдел номер 6. В это время у меня произошел ряд встреч и знакомств с молодыми учеными, которые работали в 16-м отделе. Каган Юрий Моисеевич. Юрий Каган, он был талантливым человеком. Ну, это выяснилось уже немножко потом. Он стал академиком, теоретиком известным. Но он, кроме этого, был очень работоспособный, был такой энергичный. Но он был очень практичный. Удивительно для молодого человека. Он все знал, что он хочет, чего он хочет добиваться. Он привез письмо от академика Ландаву. Он догадался. Привез письмо от академика Ландаву к академику Кикоэну. Кикоэн, конечно, он его принял, благосклонно отнесся, спросил, чем он хочет заниматься. А он сформулировал тему, он уже был готов. И его послали в ЦЗЛ, в технологическую лабораторию, где он спокойно в течение ряда лет мог спокойно заниматься разработкой своей темы. Никто над ним, так сказать, никто ему не мешал. Никто его не контролировал. Вот у меня был такой контраст. Я на горячей работе, на обработке, а он здесь. И у меня, конечно, возникло желание, что надо мне переходить на научную работу. Но надо же как-то это обознавать, как-то доказать, показать. И я решил, что мне надо заняться какой-то научной работой. Ну, факультативно. Дома, в нерабочее время. И вот в рамках той темы, которую делал Каган, а он занимался теорией разделения урана, урановой смести на фильтрах. Вот к тому времени еще такой теории не было. Я вроде как тоже сформулировал себе задачу для научных исследований. Это разделение не изотопных смесей, не изотопа в урана, а разделение на фильтрах производных смесей. И мы такую работу выпустили. Она, в общем-то, интересная работа. В 1953 году опубликовали. То есть я как-то уже немножко воспрял духом. Я познакомился с другим молодым ученым, который оказал большое влияние потом на меня. Это Ханин Михаил Александрович. Он работал в расчетно-теоретическом секторе 16-го дела СССР. Человек тоже творческий, увлекающийся, разносторонний. И вот знакомство с ними как-то меня очень утвердило в мысли, что я должен заниматься наукой. Ну и тут, в общем, немного мне повезло. Ну, повезло. В 1954 году по инициативе Кикорина Исаака Константиновича у нас на комбинате была организована аспирантура заочная. И создан ученый совет по защите кандидатских и докторских диссертаций. Ну, естественно, я одним из первых поступил в аспирантуру. Это давало мне уже по положению, давало право часть рабочего времени уже посвящать научной работе. Но я этим правом пользовался иногда, конечно, и превышал эти права. То есть я не 20% рабочего времени, а захватывал 50 и 100%. Ну, вот мои начальники, мой начальник по техническому отделу Пушкин Василий Дмитриевич, такой интеллигентный, уже немолодой человек, добрый человек, он очень, так сказать, с пониманием относился к моим занятиям и как-то старался меня не слишком утруждать той работой. Я стал аспирантом у Ханина и сформулировали тему. Тема называлась «Нестационарные процессы в каскаде центрифуг». Мы вступили в эру становления и развития центрифужной технологии на нашем комбинате. Кратко, очень исторические факты. Вот в 1954 году была создана лаборатория, в 16-м отделе лаборатория по исследованию центрифуг под руководством Халилеева Павла Кимыча. В 1955 году уже появляется постановление Совета министров о строительстве на комбинате опытного завода центрифуг. В 1956 году организован опытный цех «20», в состав которого входит этот опытный завод. А в 1957 году, 4 ноября, осуществлен был пуск этого первого в мире опытного завода центрифуг в цехе «20». Я когда работал в техническом отделе, но уже по долгу службы, я курировал работы, связанные с центрифужной тематикой, я получал всю информацию, участвовал в переписке, и я участвовал в этих работах по подготовке опытного цеха эксплуатации. Значит, в ноябре 57-го опытный цех был пущен, а уже через 4 месяца приемная комиссия Министерства среднего машиностроения, председателем которого был известный ученый, помощник, заместитель Лиса Константиновича Кикоэна, член-корреспондент Академии наук Михаил Дмитриевич Миллионщиков. Был ответственный период, поэтому его назначили быть председателем комиссии. Вот эта комиссия рассмотрела итоги эксплуатации опытного цеха и выдала заключение. Приемная комиссия рекомендует Министерству принять решение о развертывании массового производства газовых центрифуг на базе конструкции Ленинградского Кировского завода. И Министерство вскоре такое решение принимает. И это дало толчок массовому развертыванию центрифузного производства. В 1962 году ровно через 5 лет с пуска опытного завода начин был пуск в первой очереди промышленного завода газовых центрифуг. И вот в свете этой политики по приоритетному созданию научно-технической базы в опытном цехе, 20, когда уже было ясно, что развертывается промышленное производство, были созданы новые подразделения творческие. Конструкторское бюро, руководителем его был Кухмаков инженер Юрий Александрович, и было создано расчетно-теоретическое бюро. Вот меня назначили руководителем расчетно-теоретического бюро. Вот это через 9 лет я наконец-то получил возможность в полном объеме заниматься своей работой. Я диссертацию защитил в 1961 году. То есть кандидатскую работу я сделал еще работая в техническом отделе, а в 20-м цехе я только ее оформлял. Вот в 1961 году прошла защита кандидатской диссертации. Для меня она памятна, конечно. При защите от волнения у меня сломалась указка, что вызвало большое оживление в среде присутствующих. И так разведело обстановку. Интересной была тогда традиция. Было много молодых людей, ну, много уж действительно, так сказать, ученых, ребят, ну, или примкнувших к науке, и они всегда пользовались возможностью для того, чтобы устраивать какие-то вечеринки. И вот после защиты всегда устраивался, ну, не банкет, а встреча, и называлась она КВАК. КВАК. По имя того, что вот ВАК, ВАК – это высшая аттестационная комиссия, это та комиссия в Москве, которая утверждает кандидации. А здесь был КВАК. Это тоже вроде создавали какую-то комиссию, заседание, на котором вновь испеченные кандидаты и доктора должны были подтвердить свою ученую степень. А задавали всякие каверзные вопросы, шуточные, задавали каверзные задания. И это было, так сказать, на потеху присутствующей публике. Значит, я помню, что вот на этом КВАКе, я когда шел к столу вот этой самой комиссии, у меня развязался шнурок и, скажем, ботинок соскочил. Так, по сценарию, от волнения. Я помню, вот Голин и Юрий Леонидович после защиты, они соревновались, кто быстрее съест лимон. Ну, вот были такие шуточные. И в этих вот мероприятиях интересно, что самое живое участие принимал Исаак Константинович Кикоя. Он был председателем ученого совета и еще у себя в институте он славился своей вот такой вот приверженностью к таким шуточным, к таким веселым мероприятиям. И здесь он был, ну, как бы таким, тоже руководителем этого КВАКа. Если идти по хронологии, это 61-й год. В 62-м году важное событие, конечно, я говорил, это пуск промышленного завода, а для нас важное событие Борисела Жиголовского назначили научным руководителем комбината, заместителем главного инженера по науке. Бориселыч Жиголовский, ну, уже сейчас можно о нем говорить, в ретроспективе, крупный ученый в области теории и технологии разделительного производства. Человек большого обаяния. Кратко трудно отразить его многообразные стороны его личности и таланта. Хочу отметить только его большой вклад в развитии центрифужного производства на комбинате и в отрасли. При Бориселыче Жиголовском сменилось 6 поколений таких центрифуг. И каждое поколение, для каждого поколения возникали свои проблемы с надежностью. Сейчас весьма серьезные. И на долю комбината, читай Жиголовского, как пионера в освоении центрифужного производства, выпала основная тяжесть изучения этих проблем, изучения причин и недостатков конструкции и путей их устранения. Был достигнут, ну, я считаю, феноменальный результат, которым все сейчас очень гордятся. Ресурс центрифуг и опорный пара центрифуг уже для центрифуг 6-го поколения, а это 1980-е годы, составил 30 и более лет. А первоначально этот ресурс составлял 3-5 года. Это себя трудно представить, конечно, что центрифуга, ротор центрифуги вращается с колоссальной скоростью, там, больше 1000 оборотов в секунду, на маленькой, там, стальной иголочке. И это непрерывно в течение 30 лет. В продолжение темы о Жиголовском, еще до того, как он был назначен зам научным руководителем, мы с ним тесно работали по одной теме, по вопросу о сейсмической безопасности центрифуг. Официально по сейсмической, так сказать, картографии мы относимся к зоне с пятибальной сейсмикой. А уже потом отнесли Урал даже в зоне шестибальной сейсмики. Что такое сейсмическое воздействие? Мы это наблюдали на примере Италии. Там было землетрясение 6 баллов. И разрушены города, есть жертвы. Поэтому возникла такая задача, надо было оценить опасность вот таких вот явлений на центрифугу. Это надо было сделать до того, как промышленный завод будет пущен в эксплуатацию. И вот под руководством Жиголовского, вот мы с ним, был привлечен еще Забелин, еще ряд людей, мы занимались этими проблемами сейсмической безопасности. Были проведены эксперименты натурные, был спроектирован и в цехе 20 установлен специальный стенд. Это элемент промышленной секции на 480 машин. И на этом специальном стенде при работающих машинах создавались колебания разной интенсивности. И проверяли, как при этом ведут себя машины. Вот в результате этого комплекса работ в общем-то вывод был достаточно оптимистичным, что опасность для центрифуг при таких колебаниях возникает только для тех, которые размещены на верхнем ярусте. Потому что ниже яруса 5-бальные сейсмик, 6-бальные они выдерживают. А 7-бальные вот уже на грани. Но поскольку землетрясение редкое очень явление, поскольку центрифуги тоже вероятность разрушения не 100%, а намного меньше на верхних ярусах. Но сделали заключение, что можно промышленный завод допустить к эксплуатации при вот такой многоярусной компоновке агрегатов. Но при этом было ясно, что в дальнейшем надо разработать такие меры, устройства, которые бы защистили центрифуги от таких воздействий. Неожиданно для меня в 63-м году я получил от Жигаловского предложения стать замначальника ЦЭХа-20. Я колебался вначале, вот при разговоре с директором, там был и Жигаловский, был и начальник ЦЭХа 20 шмаков. Я, как говорил, что я не инженер. У меня нету навыков инженерных, замначальник, там же много всяких сетей, установок в цехе, которые замначальник и цеха надлежит заниматься. Потом я совершенно, совершенно не способен к административной деятельности, я никогда и не занимался. То есть, я как-то не сразу соглашался, на что мне заявил директор, что вы будете заниматься только творческими подразделениями. Но с этим условием я согласился. В то время было очень, ну, принято проводить разные кампании за технику безопасности, там, за формат, за изобретательство, за трудовую дисциплину. И вот, во время одной из такой кампаний за трудовую дисциплину, ряд начальников ЦЭХов, и их заместители, где имелись замечания, они лишались там, получали какие-то замечания, их лишали премии. И вот в одном из таких приказов фигурирует, значит, Шмакову, Левин, начальник ЦЭХов и его заместитель. Я спрашиваю у Савчука, директора завода, Андрей Осич, а меня-то за что? Я ведь, я ведь, так сказать, вопросами дисциплины не занимаюсь? Вот, говорит, я за то тебя, я и наказал, что ты ими не занимаешься. Вот цена этих обещаний. Ну, в должности замначальника ЦЭХов, конечно, мои возможности заниматься. Это мне, это был один из главных доводов, который Жиголовский мне, так сказать, выставлял, что у меня резко возрастут возможности заниматься творческой работой. Одной из тем, которых мы занимались, вопросами его создания или разработкой этого противоаварийных устройств для центрифуг, которые бы их защищали от аварийных воздействий. К работам были привлечены экспериментальные участки, в частности, вот инженер Ивакин, такой способный инженер, целеустремленный. Занимались этими и все другие организации, потому что задача была актуальная, то есть была конкуренция, соревнования. И вот в этом соревновании три-четыре предприятия мы оказались впереди. И вот эти противоаварийные устройства, их называли корректора, ну так они корректируют как-то движение ротора, корректора были созданы, испытаны приемной комиссией и были внедрены в газовых центрифугах четвертого поколения. Это был 1964 год. Оказалось, что эти же конструкции пригодны и для центрифуг пятого поколения. Это были 1969 год. Так вот, газовые центрифуги, оснащенные этими корректирующими устройствами, они выдерживают сейсмическими воздействиями 9 баллов, без разрушения. Такие вот результаты этих работ. И в 1967 году пришла приятная для меня весть, что в составе коллективов разных предприятий я представлен к присуждению Государственной премии СССР за разработку центрифуг четвертого поколения. Это те центрифуги, которые, говорил, внедрены впервые корректирующие устройства и за решение вопросов сейсмической безопасности центрифуг за создание вот этой новой промышленной компоновки, многоярусной компоновки центрифуг. Ну, это было в годовщину Октябрьской революции. Вручение было торжественно в Кремле, в том дворце, где сейчас Путин вручает награды. Был банкет. Вручал президент Академии наук Академик Келдыш. Он же был и председателем по вручению премии. Ну, тут надо сказать еще такую вещь, что эти премии приручались по премии государственной как по открытым работам, так и по закрытым работам. Открытые работы в газетах, в «Известиях» накануне октябрьских дня праздника публиковались в «Известиях», и они торжественно вручались тоже накануне октября, и это все транслировалось, и вручал, по-моему, там, ну, какой-то высшей лице. А мы получали три премии по закрытым работам. И получали мы их уже не в 67-м году, как это так, а фактически получали мы их в 68-м году. И процедура вручения была менее торжественная. Кстати, в составе этой же команды был Исаак Константинович Кикоин. Вызывали нас по порядку, по алфавиту, вот после Кикоина шел я. Потом был банкет приятный, потом дома мы отмечали. У меня сестра у мамы спрашивает, мама, ты довольна, что у тебя сын лауреат премии? Она говорит, знаешь, меня как-то это мало напрягает. Мне главное, чтобы он был здоров и счастлив. Ну, это мама. С получением государственной премии научная деятельность Давида Моисеевича Левина не закончилась. Ведь что такое премия? Признание заслуг, результатов, оценка прошлого. А ученый, экспериментатор, он постоянно живет будущим. И идет вперед. Ведь одни достижения требуют усовершенствования в силу несовершенства конструкции. Другие просто могут и должны быть лучше, чтобы отдача от них была больше. Поэтому госпремией наука для Левина не закончилась. Было продолжение прежних научно-исследовательских и экспериментальных проектов. Были новые интересные. Была защита докторской диссертации в 1971 году с техническим решением повышения скорости ротора в центрифуге. И, кстати, оппонент, сам Исаак Константинович Кикоин в ответном слове сказал, что работа Левина – это весомый вклад в механику быстро вращающихся роторов. Была 40-летняя работа в приемной комиссии, рассматривающей и дающей свою оценку новым конструкциям центрифуг. У него больше 30 авторских свидетельств на изобретение, больше 100 печатных работ. Но стать ученым и быть им долгие годы – это непросто. Давид Моисеевич Левин нисколько не сомневается. Исследовательский и конструкторский успех коллектива комбината того времени – это потому, что высокопрофессиональное и ответственное руководство было на всех уровнях управления. Будь то Зверев или Кикоин в Москве, директора УХК и Жиголовский в Новоуральске, Ханин и другие – в комбинатовских лабораториях. Это потому, что сложилась эффективная система принятия решений по проблемным вопросам с обязательным участием в дискуссиях ведущих специалистов отрасли. Это потому, что постулат на науке экономить себе дороже никогда не подвергался сомнению, что и иллюстрировала техническая политика, последовательно проводимая на комбинате по приоритетному развитию научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. А еще в их ученой среде, вспоминает Левин, всегда царила атмосфера творчества, увлеченности и приверженности науке. И решающую роль здесь играл личный пример руководителей – все тех же Кикоина, Ханина, Жиголовского. Сам Давид Моисеевич никогда не чурался творческого труда, считал своей обязанностью приобщать к нему специалистов. И неоднократно убеждался, многие важные результаты достигаются благодаря личной инициативе работника, и это обязательно должно поощряться. А еще одно правило Давида Моисеевича – «В науку нужно постоянно привлекать способную молодежь». И как он все эти годы себя с гордостью называет учеником школы Ханина, так четыре кандидата и два доктора, наук которых Давид Моисеевич подготовил, говорят, они Левинской школы. Наука – это удел молодых. Эту фразу доктор технических наук Левин вычитал у Кикоина. Я считаю, что у меня судьба сложилась благоприятно, хотя поначалу я отмечал и такие многие негативные факторы. Мне пришлось встретиться, посчастливилось встретиться со многими замечательными людьми. Я получил массу, так сказать, впечатлений от общения с людьми, от работы творческой, есть ощущение исполненного долга. Я проработал на комбинате более полувека. Я ушел на пенсию в 2003 году в возрасте 76 лет, а я потом уже и пожалел, что я долго работал. Я считал, что я в долгу перед своей семьей, что я не смогу делить им столько внимания, сколько они заслуживают. И сейчас даже не очень понимаю, а правильно ли это было или неправильно. Но судьбой своей я доволен. У меня сейчас замечательная семья. У меня, у сына, две замечательные дочери, жена, мои уночки. Они очень внимательно ко мне, бережно ко мне относятся, за что я им тоже очень благодарен. Хочу пожелать жителям города здоровья и немного оптимизма. Город развивается, есть планы создания новых производств, привлечения, инвестиций, создания новых рабочих мест, желая успехов в реализации этих планов. Наконец-то обрести стабильность. Создать в коллективах ту атмосферу творчества, увлеченности, ответственности, о которых я говорил раньше, которые являются залогом успеха, больших успехов в освоении новых конструкций Сантрифуг. Благополучия вам, успехов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова